всем привет ребят сегодня у нас очередная прокачка эволюция агментация одного из интересных героев это у нас будет вот такой вот ронин чем хороший герой имеет иллюзорность то есть пропадает невидимость наносит огромный урон по зоне принципе как видите да на десятом скиле четыре с половиной секунды невидимости с 6 почему именно ожог ему ставят потому что герой тогда когда он появляется имеет 50 процентов шанс не получить урон там по моему 1 и 2 секунды в общем в итоге плюс уклонение ему созвездиями и этого героя просто нереально будет слить именно таким героем проходится битва гирлии единственное то что не надо качать ему десятку лучше всего оставить единичку тогда он не будет вообще сливаться даже на отражалки вот такой вот интересный герой имеет крит 90 процентов поэтому по поводу стоит ли ему качать крит конечно же нет потому что как видите у него есть крит урон и крит у него уже есть этого вполне хватает так 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 сами вы скин вот он облик дает крит урон плюс 2000 как видите и еще и атаку единственный вариант нужны руны утекания если вы хотите его собирать на битву гирлии у меня стоит ремка с любым атакующим талантом там бвшка баст порочный пакт и прочим будет сливаться на любой отражалки но урона конечно там будет очень и очень много так окей с этим мы разобрались можно еще ставить ему бас но это не особо сейчас на данный момент актуально по питомцам если используете на битву гирлии ставите феникса это самый оптимальный вариант ну рунами опять же я поставил ремку чтобы он сразу сейчас включал свой скил я вам покажу как он действует поехали давайте сделаем сразу же эволюцию ему и сделаем агментацию по чарам у меня был победный выпад там плюс 25 процентов атаки мы опять же это если атакующий вариант если нет то лучше всего там ставить либо доспех для жизни чтобы не так сливался но опять же доспех наносит урон поэтому будет получать отражалку еще варианты так что там у нас не хочет в агментацию делать так лава об докупили камешков есть пагментировали какие еще есть варианты по поводу данного героя я сведу на него вот он чин могу называется он здесь но вот видите у нас сразу же доспех на нем выпал принципе оптимальный вариант можно пробовать передачу на рину опять же это урон победный выпад тоже некоторые используют хранитель леса он еще восстанавливает дополнительно как вариант принципе можно но мне больше всего понравился у себя с доспеха так окей сделали моему имитацию поехали ролить клонение вон смотрите как отлично сразу две пятерочки словили не напрягаясь то есть можно ловить ему 5 уклонений там крит сопротивление это в принципе будет нормально на 12 к его докачать и вообще вонь урон там крит ему смысла нет ловить у него и так его перебор так какие убедительно урон все прет можно и жизнь конечно на роли но это не особо спасет так ищем и терочке уклонения просто жесть офигенно конечно полетное уклонение на нем это хорошо главное чтобы последние быстро выпало когда-то когда этот герой только вышел он там был очень офигенный по режимах но потом начали лепить отражалки и просто сам себя убивает об любую отражалку так огонь последняя думай кидает четверка не нам нужно пятерочка да давай уже пятерку отлично жизнь так вот такая вот у нас сборочка поехали его еще немножко подкачаем у нас пока первого уровня и потестируем по локации этот герой дает больше всего силы череп тоже дает как оказалось одинаково вместе с ним на сегодня там скорее всего пофиксили встроенную оживу и не дают одинаково силы так какие вот такая вот расстановочка у нас есть смотрим это конечно первая в лице как видите крита у него я не качал его на крит вот фрея вот он уходит в иллюзорность но конечно тут его сейчас сольют по-любому по ним попадут очень неплохо выходить против фреи против стрелка почему потому что там очень много так стрелок есть отлично конечно против афины плохо очень много вертолетиками по-любому они наносят ему урон и соответственно активируется его талант ожог самое главное чтобы не было перебора тут повелитель будет тоже может снести ну как видите вот таким вот образом принципе вы думаю видели бегают на битву гильдий и сливают повелитель бури просто до свидания даже фреи ушатал нифига себе ну вот попали по ним 50 процентов мы набрали ну то есть таким образом можно нормально бегать на битве гильдий конечно у нас пока первая эволюция сейчас моего докачаем быстренько и уже потестим на максималке герой неплохо заходит на забытой битвы на пвп локациях даже на той же самой атаке фартов бывает сливает с прокачанным уклонением топовые пачки из-за того что просто по нём не могут попасть его вообще не могут играть просто выпасть по нему не 3 минуты пока очень быстро пролетает так делаем сто восемьдесят пятый делаем сразу же вторую эволюцию отлично если вы его там хотите на какие-то другие локации собирать то смысла особо его ролик уклонение уклонение конечно это самый оптимальный для него вариант ему главное на ком-то зависнуть но чем подальше конечно вот такие герои как вот бабуля и прочее потому что она по-любому попадет но если на героях есть точность то в любом случае они по ним попадут не со мной что вы очень неплохо заходит так тут афинка стрелок стрелок против ронина это прям песня можно вот так вот бегать то есть вариантов очень много прохождения плюс дерево как видите феникс сам по себе еще нормально дамажит по зданиям и вы себя просто в кайф сливаете топовые раз ты одним практически героем вот 53 процента вы уже набили не просто ничего не могут ему сделать правда у меня сейчас нету утекания рунами для того чтобы он отхилился но вы можете увидеть сколько он снес 66 процентов то есть практически весь центр он развалил такс ставим обратно минотавра и идем фармить а где работам опять не хватает значков подсчета на просто ужас так есть добиваем последнюю десяточку и идем тестировать по локациям но в основном такая сборка шкафы делается для битвы гели то есть это основной идеи вы можно использовать ну и на пава по локациях конечно он тоже офигенно если еще плюс бафера у меня его нету хотел выпустить показать сейчас все на битву гильдии юнитов по наставляли тяжело минотавром фармить золото и Продолжение следует... Та запарили уже, что вы моего минотавра убиваете? Сколько можно? Вообще совести нет. Также такой вариант неплохо для подземок. Правда опять же я вам сейчас не смогу показать это все на максималке. Так. Ставим его обратно. Так, есть. Ну как видите, жизни у него не особо много. 169 тысяч всего это базовая его жизнь. Поэтому на что-то там мега сверхъестественное, конечно, надеяться не стоит. Так, давайте. Ну что ему тут можно поставить? Такое интересное. Ну давайте поставим вот так. И поставим ангела. Просто покажу вам на подземках, что он может. Он на седьмых, кстати, неплохо помогает. 6-10 я тоже с ним проходил. Не помню кому, но проходил тоже интересный вариант был. 7-9 проходили. То есть из-за того, что он уходит, только нужно утекание, а уходит винвиз. В принципе, герои по нему очень редко попадают. Единственное, надо, чтобы он убегал очень быстро. Ну, как видите, дамага тут у нас в таком случае не особо много. У меня, правда, нету отхила с рун. Конечно, отхил был бы получше, но у нас есть хотя бы питомец. Вот они его бьют. Ну, можно бегать и ронина на подземках, как оказалось. Ну вот один раз они по нему попали. Ну, то есть вот так вот он будет, пока их не сольет. В принципе, по времени, наверное, скорее всего, он не успеет все слить в здание. Можно ему помочь, Фрей. Ладно, ну, на подземках, думаю, вы и так имеете другие герои. Поехали на арену. Вот, кстати, кто-то есть. Сейчас попробуем ронина против Фреи. Конечно, если раз попадет, то нас сольет. Он еще и фракции с отхилом, в принципе. Ну, тут Афинка есть, я не знаю. Афина просто... Ну, видите, он ушел в инвиз, но они его не убили, они просто его прошли. Ну, все, крит и вылазит. Нету смысла ему там ставить крит. Уклонение, конечно, самый оптимальный вариант. Так, теперь давайте тестанем его просто в рейде, вот против какого-то топа. Самое интересное, его тестировать против РАЗ, там, где герои не так кучно стоят в разброс. Можно было, в принципе, на этой тестировать. Так, тут у нас кто? Фрейя, Агник Рэл, Бигфут, Анубис. Вот сейчас мы просто забежим сюда, к Бигу, Анубису. Если, конечно, его сейчас не переагрят. Вроде нормально забежали. Вот доспех еще юнита выбивает, как видите. Вот он сейчас заагрится, либо на Анубиса, либо на Бигфута. И, в принципе, нам этого вполне хватит. Дамага они много ему не нанесут. Можно еще также отвлекать там автоброкеров юнитами. Но у меня юнитов, как видите, нет. Все, вот он заагрился на Анубиса. И он сейчас будет вот так вот весь бой на Анубисе просто чисто набивать. А Феникс в свое время будет рандомно дамажить по всей карте. Но у нас, конечно, Феникса сейчас нет. То есть, вот такой вот вариант. Вполне неплохой для битвы Гильи. Именно ожог и плюс уклонение. Поехали. Сейчас еще тестанем. В забытой. Уберем нашего имба-черепа. Так, ну давайте против Дрейка вот выбежим. Вот такой вот вариант попробуем. Ну, отлично. Вот, как видите, герой его просто не видит. Вот сейчас его заблочили. Ну и все. До свидания. Даже под блочкой он справился со своим заданием. Ну, тут, конечно, смотритель наносит больше урона, чем он. Давайте еще один бой. Еще он боится очень Франки. Франки тоже очень офигенно его восстанавливает. Ну, вот он набрал энергию и попали по нем. И все, его снесли Фрея с точностью. И герой просто в аут ушел. То есть, варианты, конечно, есть. Но, как видите, надо все тестировать. Вот такой вот герой. В принципе, я о нем уже вам показывал, рассказывал. Показал для тех, кто не в курсе. Пишите комменты, подписывайтесь. И ждите обзорчика уже с новым топовым талантиком. Для некоторых героев. Подастим его на Ронин. И посмотрим, что и как. Все. Всем удачи. Всем пока.